приветствуем всех любящих читать и размышлять над божьим словом эту серию подкастов мы начинаем посреди военного времени которая сейчас происходит на нашей земле украине и именно в это время как никогда божье слово и обетование божьей защиты являются актуальными для каждого человека завета для каждого человека живущего в этом мире и ищущего для себя защиты и безопасного места и в этой серии выпусков мы будем с вами обращаться к 90 псалму но не для того чтобы просто прочесть его или сказать молитесь этим псалмом наша цель помочь каждому из вас погрузиться в истины сокрытые в этом псалме раскрыть их и помочь вам сделать эти истины вашим личным исповеданием вашей личной молитвой которая звучит от вашего лица как в адрес господа так и в адрес обстоятельств посреди которых вы можете оказаться и также мы хотим чтобы вы начали практиковать размышления над словом божьим размышления над этим псалмом как вы вкушаете ежедневную пищу когда мы с вами кушаем то мы же не глотаем еду мы берем ее в рот простите за подробности и мы пережевываем ее и чем более тщательно мы пережевываем пищу тем лучше для нашего организма она лучше усваивается а значит приносит больше пользы слово божье это такая же пища для нас это вот эта манна с небес которую бог дает нам именно для того чтобы мы учились вкушать ее размышляя как бы разжевая ее для того чтобы она легче и лучше скажем так заходила вовнутрь и приносила нам максимальную пользу аминь поэтому в каждом подкасте мы будем перечитывать 90 псалом и размышлять над каждым стихом этого псалма вместе с этим мы также будем помогать вам правильно формировать вашу молитву верим это время будет благословением как для нас так и для вас и перед началом чтения давайте обратимся к богу в молитве отец во имя иисуса мы нуждаемся в тебе дух святой говори к нам руководи направляй просвещай глаза сердца нашего чтобы мы разумели все то что ты желаешь нам открывать мы нуждаемся в твоей помощи мы благословляем это время и принимаем с благодарением во имя иисуса аминь аминь и так читаем с первого стиха живущий под кровом всевышнего под сенью всемогущего покоится говорит господу прибежище мое и защита моя бог мой на которого я уповаю он избавит тебя от сети ловца от гибельной язвы перьями своими осенит тебя и под крыльями его будешь безопасен щит и ограждение истина его не убоишься ужасов в ночи стрелы летящий днем язвы ходящий во мраке заразы опустошающий в полдень падут подле тебя тысячи и десять тысяч одеснуя тебя но к тебе не приблизиться только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым ибо ты сказал господь упование мое всевышнего избрал ты прибежищем твоим не приключится тебе зло и язва не приблизиться к жилищу твоему ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих на руках понесут тебя да не приткнешься а камень ногою твоею на аспида и василиска наступишь попирать будешь льва и дракона за то что он возлюбил меня избавлю его защищу его потому что он познал имя мое воззовет ко мне и услышу его с ним я в скорби избавлю его и прославлю его долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое аминь и так первое на что нам важно с вами обратить внимание что в этом псалме звучат разные формы говорения например во втором стихе мы видим человек говорит господу прибежище мое защита моя бог мой на которого я уповаю в этой форме мы видим человек говорит это господу другая форма в девятом стихе где мы читаем ибо ты сказал господь упование мое в этой форме мы видим уже человека который заявляет о том что господь мое упование кому-то другому в лицо кому-то другому третья форма которую мы можем видеть это описание никаких обещаний которые кто-то озвучивает читающему он избавит тебя от сети ловца перьями своими он осенит тебя ты не убоишься ужасов язвы и так далее и четвертая форма которую мы видим это слова бога в одиннадцатом господь ангелом своим заповедает то есть мы видим описание что господь говорит к ангелам своим и в четырнадцатом стихе также мы видим форму господь говорит за то что он возлюбил меня избавлю его защищу его все это разные формы которые мы можем разделить на две вот такие части часть господа которую господь со своей стороны говорит и наша часть которую мы со своей стороны должны говорить мы еще неоднократно будем напоминать вам об этом но уже при начале выделите что этот псалом учит нас тому как нам уповать на прежде сказанное господом и как нам реагировать и отвечать на то с чем нам приходится сталкиваться аминь хорошо итак начнем с первых двух стихов живущий под кровом всевышнего под сенью всемогущего покоится говорит господу прибежище мое защита моя бог мой на которого я уповаю давайте остановимся и хорошенько пережуем эти два стиха растворим эту пищу внутри себя о ком здесь идет речь о человеке который прописался поселился пребывает живет где в определенном конкретном месте в каком где живет кто-то другой кто является хозяином этого дома где пребывает этот живущий хозяином этого дома является всевышний и всемогущий господь и что интересно смотри слова живущий если посмотреть по словарю стронга также означает сидеть садиться и и знаешь о чем мне это сразу сказала когда я посмотрела этот перевод что скажем так когда человек садится присаживается да на стул то как правило это по большей части связано с неким состоянием успокоения то есть когда человек в каком-то страхе в какой-то панике в беспокойстве как правило ему сложно усидеть на стуле то есть мы начинаем вскакивать куда-то бегать что-то делать у нас начинает активно работать мозг мы ищем какие-то варианты выхода и так далее кому-то позвонить куда-то пойти что-то посмотреть и так далее тому подобное то есть это больше связано уже с тем что мы скажем так активно двигаемся а вот здесь это первое слово живущий да это также означает жить пребывать но еще и знаете вот как некая позиция спокойствия что именно вот здесь мы с вами можем успокоиться и присесть буквально как ну вот отдохнуть немножечко расслабиться и дальше в каждом стихе практически нам показывается причина почему мы можем с вами занять вот такую позицию спокойствия именно вот в этом месте это уже начинается в первом стихе когда описывается имена бога как можно сидеть спокойно и ни о чем не беспокоиться если ты не уверен в том кем является хозяин этого дома а здесь первый стих описывает его он все вышний он всемогущий господь спокойно поразмышляйте только над одним этим именем он все вышний он выше всех он всемогущий его могущество над всем и он господь вы только попробуйте подумать что вас пригласил в свой дом в свое жилище в свой покой тот который выше всех знаете есть различные ранги на этой земле есть мэры городов есть губернаторы областей есть министр есть главы государств и вы можете видеть разные градации и каждой градации соответствует определенная степень власти или влияние и какую бы вы градацию не взяли вы обязательно заметите следующее что над этой позиции есть кто-то выше но какую бы мы с вами не рассматривали и степень градации писание говорит что в наивысшей позиции находится господь его могущество над болезнью над проклятием над армиями врагов над всяким царством земным над всею вселенную над всем духовным миром он все вышний он всемогущий что мы сейчас с вами делаем мы с вами рассматриваем место в которое господь приглашает нас идти и жить и кстати вот это место под кровом живущий под кровом вот это слово кров также означает укрытие покров защита покрывала и теперь внимание тайна потаенное место место для укрытия вы представляете это место это секретное потаенное место что значит секретное это значит спрятана спрятана от кого спрятана от врага это место которое не могут засечь ни одни радары врага они не могут обнаружить это место поэтому оно и называется секретным elles не показывают не истина И когда звучит эта фраза «живущий под кровом Всевышнего», она предусматривает, что этот человек сюда добровольно пришел. Когда кого-то берут в плен или садят в тюрьму, то это насильственное введение на ту территорию, куда человек не хотел отправляться. Но когда вот здесь мы с вами читаем фразу «живущий под кровом Всевышнего», здесь перед нами речь идет о том, который ответил на приглашение господина, на приглашение хозяина и отправился туда. И для нас сегодня, именно вот в это время, в которое мы находимся посреди военных событий в Украине, когда каждый день мы слышим сирены, которые сообщают людям о том, что пора бежать в укрытие, в бомбоубежище, в места, которые могут защитить посреди бомбежки. И эти сирены звучат, и мы их слышим. Но когда сирена звучит, каждый человек затем делает выбор, куда ему бежать в укрытие. И этот выбор представляет из себя различные виды укрытий, в которые человек может отправиться, чтобы найти там безопасное место. Кто-то выбирает подвал, который рядом с ним в доме. Кто-то выбирает бежать в официальное бомбоубежище, которое есть в городе. Кто-то выбирает убежище в метро. Кто-то выбирает оставаться в коридоре между несущими стенами, доверяя тому, что это место безопасное. К чему я это веду? К тому, что выбор, какое место я обозначу для себя как место безопасное, этот выбор все равно остается за нами. И здесь, в этом псалме, как раз в этих первых двух стихах, Бог обозначает и говорит, да, у тебя есть разные варианты, но я хотел бы также тебе предложить свой вариант, чтобы ты мог находить укрытие и безопасное место в моем доме. Друзья, и вот здесь важно, мы совершенно не против того, чтобы вы, реагируя на сирены, убегали в какие-то безопасные места. Все в порядке с этим, абсолютно. Вопрос весь в том, чтобы мы с вами, делая это, не забывали, кто номер один является нашей защитой, нашим покровом. Чтобы мы с вами всегда держали в фокусе, что Бог меня защищает. Где бы сейчас я ни был, в первую очередь, мое упование в вопросе защиты – это именно на Бога. Мы сейчас говорим именно об этом. Потому что ключевой-то вопрос, убежище, он прежде всего будет касаться именно состояния вашего сердца, вашего внутреннего состояния. Уверенность в защите, уверенность в безопасности, которая есть внутри вас. Вот это важный вопрос. Потому что даже если вы найдете хорошее убежище, но при этом будете сидеть в страхе и в ужасе, продолжая ожидать возможного поражения, то смотрите, это несовершенное безопасное место. Почему? Да потому что вроде бы внешне вы закрыты от поражения, но внутри страх, беспокойство, ужас, паника – они разбивают вас. Бомбежка внутри вас совершается и не прекращается. И это небезопасное место. Поэтому, когда мы сейчас говорим о том, что важно ли отзываться на сирены, важно ли уходить в безопасные места – да, важно. Но еще более важнее – это безопасное место в Боге, которое может производить совершенный мир, защищенность и уверенность именно внутри вас, внутри вас, в вашем разуме, в вашем сердце. И последнее, что я хотел бы выделить в этих двух стихах – это три глагола, выделяющие этого человека. Первый, как мы сказали, «живет». Второе – «покоится». Третье – «говорит». Итак, посмотрите, он живет, он живет в покое, и важная часть – он говорит. И говорит кому? Говорит Господу. Это обращение в адрес Бога. Господь, Ты – прибежище мое, Ты – защита моя, Ты – Бог мой, и я на Тебя уповаю. И как мы говорили, вот это первая форма, в которой человек говорит слова в адрес Бога. Какие-то слова «Ты – Господь мое прибежище», «Ты – моя защита», «Ты – мой Бог», и я на Тебя уповаю. И вот здесь, друзья, важный акцент. Он говорит Господу. Он не просто знает это, он не просто согласен с этим, он не просто «вау, классная мысль, отличная идея, мне нравится», он не просто смотрит или слушает, как это делают другие. Это важно, друзья, подчеркните, выделите этот глагол во втором стихе для себя – говорит Господу. То есть буквально это и есть действие веры. Это важно. Как Павел говорил, мы веруем и потому говорим. Когда мы говорим с вами о жизни веры, она обязательно включает в себя говорение веры. То есть это то, что мы провозглашаем вслух. Это та практика, которую нам необходимо внести в ежедневную жизнь веры – говорение, провозглашение вслух обетований Божьих. Что мы с вами сейчас и сделаем, используя эти два стиха для построения своей молитвы. Итак, смотрите, мы с вами размышляли над первыми двумя стихами, как вы можете сейчас взять эти два стиха и построить на основании их свою небольшую молитву, которая прежде всего предназначена для вас самих. Чтобы вы могли посреди смущения, посреди давления, посреди беспокойства и страхов вернуть себя в позицию, вернуть себя в то место, в которое Бог зовет вас. Зайди сюда и доверься мне. Аминь. Хорошо. Вот каким образом вы можете построить свою молитву на основании этих двух стихов. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты позвал меня в свой дом, под свой кровь, в свое тайное место, чтобы я мог успокоиться под Твоей сенью. И я благодарю Тебя за то, что Ты пригласил меня жить в этом месте. Я благодарю Тебя за то, что Ты Всевышний. Ты превыше всех. Ты всемогущий. Твое могущество над всем. И Ты мой Господь. Ты мое прибежище. Ты моя защита. Ты мой Бог. И я на Тебя уповаю. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И также на основании этих двух стихов вы можете высвобождать провозглашения веры, которые могут звучать, например, следующим образом. Я живу под кровом Всевышнего. Господь наше внимание обратил. А что в этом для себя увидели вы? Добро пожаловать, кто хочет написать обратную связь, вы можете сделать это в комментариях, либо же в чате Bible в Телеграме, где, кстати, каждую субботу в 14.00 по киевскому времени у нас также проходят онлайн эфиры в аудио формате, где вы сможете послушать назидание от других участников и при желании поделиться своими. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске снова услышимся. Всем славного пребывания под кровом Всевышнего и под сенью Всемогущего. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok